Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Сегодня у нас урок из Натании, из города Натания. Я сейчас приехал в Натанию, проведу урок. У меня тут есть пару встреч и поеду в Иерусалим. Предупредить, очень у меня там случилось неожиданный форс-мажор, и я уже когда увидел, было уже поздно. Так что извиняюсь очень. Все. Мы продолжаем изучать Тору. И я очень рад, что у нас есть такие постоянные искатели Всевышнего, да, как Дмитрий Латуха, например, молодец. И я смотрю, вот очень много у нас постоянных участников этого урока. Извиняюсь, что вчера не было еще раз. Давайте договоримся. Если вдруг нет моего урока, то есть всегда старые уроки. Есть сайт, который называется vaikra.com И на Vaikra есть, так как я уже провел только прямых эфиров в фейсбуке 1200, есть очень полезные прям книги, которые мы проходили. Медилат Руд, Медилат Эстер, Мишли, Коэлит, Пертиавод. То есть очень много там есть, что смотреть. Заходим на сайт Vaikra, если вам мои уроки нравятся, Кентусевич Искак, уроки, выбирайте себе любой цикл. И эти 20 минут, вот я скажу, что одно из самых для меня счастливых решений в жизни, это то, что я каждое утро в 10 утра провожу этот урок. И это очень дает мне возможность. Тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба помогают и учить, и обучать. Я благодаря этим урокам сам лично учусь и многое понимаю. Второе, когда обучаешь Торе, это самый большой хест, самое большое милосердие. Потому что ты, когда помогаешь человеку и даешь в его жизнь божественный свет, и он начинает видеть, где добро, где зло, начинает выполнять заповеди Всевышнего, то значит, это самое большое милосердие. Поэтому приглашайте своих друзей, знакомых, рассылайте эти уроки, подпишитесь, пожалуйста, на Vaikra, видите, внизу есть Vaikra, Телеграм-канал, там выходит постоянно, видите, внизу ссылочка, выходит этот урок, вот, например, там же каждый день проходят мои уроки, еще других лекторов. И мы рассылаем все уроки, рассылаем вот в Телеграме. Поэтому вы никогда не ошибетесь, подпишитесь и пересылайте друзьям, знакомым, пересылайте эти уроки. Все, друзья, значит, сегодня у нас 21 Сивана, 20 июня, мы приближаемся к 22 июня, это день солнечного, как самый длинный день в году. Вот сейчас тоже это такой переломный будет какой-то момент, экватор, да, и вот мы увидим какое-то интересное, мне кажется, изменение, изменение событий, да, то есть все в этом мире идет циклично. День, ночь, рождение, смерть, и все идет очень циклично. Я думаю, что циклы, циклы очень связаны с небесными циклами, не очень связаны, а являются отражением небесных циклов. И 22 июня меняется небесный цикл. А куда он меняется, посмотрим. Хорошо. Значит, сегодня у нас два вот этих вот отрывка, книга о Йом-Йом, сегодня день, и книга обретения неба на земле, которую мы две книги изучаем, да, это идея любопедческого рэба. Они очень странные. Для меня я ищу всегда такое применение, жизненное применение, но сегодняшнее вот давайте эти два отрывка разберем, но будет жизненная, жизненная очень будет ситуация в недельной главе. Мы смотрим эти две книги, и потом кусочек из недельной главы. Вот там конкретно то, что случается с нами каждый день, это случилось с Машей Рабейну. С Моисеем. Итак, значит, книга о Йом-Йом. В третьей главе книги Тания Альтера Рэбе объясняет, что есть три силы интеллекта. Хахма, бина и даат. Значит, давайте чуть углубимся. Есть у интеллекта три составляющих. Знание. То есть я, например, Полина Вартаньян смотрит. То есть у меня есть знание, что каждая буква значит определенный звук. Я это знаю. Это называется знание. Это знание. То есть вначале человеку дают знание. Это буква А. Она значит звук А. Это буква Б. Она значит звук Б. И так далее. Знание. Теперь, что такое бина? Бина это сообразительность. На иврите очень понятно. Бина это строительство. Теперь, для того, чтобы мне прочитать слово, мне нужно из этих букв построить, ну, чтобы мне было понятное слово. То есть человек, которому дают какие-то знания, потом он должен этими знаниями постоянно он достраивает, добавляет, делает выводы. Это значит что? Или если мы это сделаем то? То есть вот эти все это значит то и обобщение. Все это называется одним словом бина. Человек достраивает свою модель мира. Если мы проверим, насколько воспринимаемый мир, он состоит из хохмы, а насколько из бины, то я думаю, что больше бины, больше сообразительности участвуют в создании модели мира. Как мы это видим? Человек смотрит на стакан, в котором налита половина воды. Фактически это стеклянный объем, в котором там какое-то количество жидкости. Это фактически, это хохма, это знание. Но человек так не воспринимает стакан. Каждый человек воспринимает стакан как полупустой, полуполный, красивый, холодный, желанный, хочу воды, не хочу воды. То есть мы то, что там 100 грамм жидкости, мы это не воспринимаем так. Никто не воспринимает мир только через знания. А воспринимают люди мир через свою модель достраивания мира. И это дает нам очень много пищи для размышления, потому что то, как я строю свое мышление и свою модель мира, в такой модель мира я и оказываюсь. То есть в этом и смысл свободы выбора, что много замысла в сердце человека. Он может настолько этими замыслами крутить, вертеть, полупустой, полуполный. для Сальвадора Дали стакан это слон, например. Он говорит стакан это слон и видит его как слона. Понятно. Теперь есть дат. Что такое дат? Дат это восприятие. Я бы так перевел это слово дат восприятие. Вот человек же когда он воспринимает мир, он не думает где там хохма, где там знания, где факты, где мои добавления, откуда эта мысль пришла, куда она уходит. Человек просто воспринимает мир таким как он есть. И вот это его восприятие и называется дат познание. Человек просто познает. Он воспринял мир и все. Мало людей углубляется в мышление, мало людей углубляется почему я действую так как действую. А что такое хорошо, что такое плохо? Последний вопрос задавал человек обычный когда он был кроха сын. Когда он к отцу пришел и хорошо, что такое плохо? А папа ему ответил да сынок не парься наливай да пей. все. То есть единицы вот 140 человек интересуются а что Бог вообще от нас хочет? Что такое хорошо? Что такое как мир работает? 142 человека. А Comedy Club смотрит 142 тысячи в это же время. Потому что просто потупить посмеяться это намного легче чем углубляться узнавать менять что-то. и так далее. Значит говорит нам Рэб Любавич что вот эти три силы интеллекта и есть еще семь эмоциональных сил. Здесь милосердие есть такая сила эмоциональная есть эмоциональная строгость например. Там есть семь эмоциональных сил. Так вот эти семь сил происходят от десяти высших сферот оказывается Всевышний себя так в духовном мире так себя структурировал сам же себя да то есть Всевышний непостижимый но он создает структурную вселенную структурное мироздание структурный духовный мир из чего он создает из себя и получается что Всевышний так себя структурировал чтобы мы могли его воспринимать что это идет через десять сферот да помолимся за всех выздоравливающих чтобы было полное выздоровление чтобы было здоровье счастье и духовное и физическое в конце урока давайте за всех помолимся и особенно за Ксению Курач дальше значит есть десять уровней как Всевышний себя структурировал в духовном мире называется это десять сферот и все это потом преломляется у человека в три вот этих его высших качества интеллекта знания сообразительность и восприятие и значит это системно так работает система но дальше продолжает любая участие рэбэ он говорит но есть у человека возможность к самопожертвованию то есть есть откуда-то желание соединиться со Всевышним со Всевышним с конечной сущностью Творца да будет он благословен это сущность выше всех сферот поскольку началом источников им является хохма божественная мудрость знания о Боди вот я поэтому сказал непонятный отрывок почему непонятный лично мне я в своей жизни встречал может быть единицы там до десяти человек которые реально самоотверженно хотели только одного соединиться со Всевышним и ради этого только жили ну меньше десяти я видел таких людей для которых реально ничего вот это мироздание для них не существовало а они только были прям конкретно посвящали себя духовной работе и с точки зрения обычных нормальных людей это было ну они были ненормальные нормальные люди обычные мы хотим жить есть пить отдыхать радоваться там ну то есть нормальный человек он очень зацеплен на этот мир мы все очень хотим чтобы было полное выздоровление чтобы была хорошая работа а зачем была хорошая работа и полное выздоровление чтобы хорошо кушать чтобы радоваться чтобы путешествовать то есть большинство людей стремятся к удовольствиям этого мира и даже если большинство людей из них меньшинство учат тору для того, чтобы познать Всевышнего. И дают Торе маленькую часть своей жизни, десятую часть своей жизни. Чуть-чуть помолился, чуть-чуть поучился, чуть-чуть поделал заповеди и все. Значит, поэтому мне этот отрывок, он понятен, что есть некая сила Мессерут-Нефеш самоотдача, отдать свою душу ради того, чтобы соединиться со Всевышнему. Но это актуально для великих людей, которые выбрали для себя в этом мире духовный путь. То есть они считают, что этот мир ничего не стоит. Они такие вышли, я не знаю, их меньше одного процента. Их просто какая-то мизерная-мизерная часть таких людей, которые духовное поставили перед материальным, не перед, а вместо материального. Именно о них говорит Любавичский Рэбе. И второй отрывок, это книга «Обретение неба на земле», которую составил один Равин по мыслям Любавичского Рэбе. Он выбрал 365 мыслей. Он говорит тоже такую сверхвысокую идею, но, может быть, будет нам это тоже интересно. Смотрите. «Истинное счастье», говорит он, «это высшая форма самопожертвования». То есть оказывается, что есть некая... Ну, все стремятся к счастью. Вот Дамир-Партнер любит счастье, я уверен. И он поэтому желает каждому добрых слов и благих дел, потому что сам он хочет, чтобы у него тоже были добрые слова и благие дела. И он знает, что благословляющий будет благословлен. И он, значит, хочет счастья. И я уверен, что Виталь Апкин хочет счастья. И, значит, все хотят, все хотят, значит, счастья. Но он говорит, есть истинное счастье, некая форма такая счастья, это высшая форма самопожертвования. Оказывается, что брать... Обычно у человека счастье определяется, сколько и чего я получу. А он говорит, если отдавать, это некая высшая форма счастья. Сейчас мы узнаем, почему. В этом положении не ощущаешь себя счастливым. Истинное счастье – это нечто вне знания, вне себя. Тем более, когда приносит счастье другим. Ощущая себя, не почувствуете радости. То есть он говорит, я вместе с вами пытаюсь понять. Значит, он говорит такую вещь, что если я направляю свой фокус внимания на себя, на получение счастья, и я начинаю мерять, что мне нужно для счастья, то мое счастье лежит все время в области, где мне чего-то не хватает, и я это должен восполнить. То есть вот это вот то, что является для человека счастьем – восполнение недостатка. И когда я хочу что-то, это значит, что у меня этого нет. И когда я это получаю, то я, значит, получаю счастье. И получается, что это счастье, оно все время как бы смешано с нехваткой счастья. Он говорит, есть какая-то высшая форма счастья, когда я про себя вообще забываю. Я говорю, что меня и моих потребностей просто нет. Нет, есть только Всевышний, которого я представляю, и есть другие люди, которым не хватает. И я, как представитель Всевышнего, я хочу им давать, то есть я становлюсь орудием в руках Всевышнего, и я начинаю удовлетворять потребности других людей. И в этот момент у меня нет недостатка, потому что у меня все есть. А я в этот момент являюсь, как сказать, я являюсь проводником Всевышнего для наполнения недостатков других людей. Но у самого у меня нет недостатка, потому что мне Всевышний дает все, то, что мне нужно. То есть в этом случае, мне кажется, что это он имел в виду, что появляется истинное счастье, в котором абсолютно оно не смешано с недостатком. Потому что у меня мне всего хватает. То есть здесь такое к себе отношение аскетичное, как бы самоубирание своих потребностей. У меня нет потребностей, у меня все есть. Отлично. А другим плохо, значит, я буду им помогать. И в этот момент наступает истинное счастье. Мне кажется, это имеется в виду. Я видел таких людей, мой учитель Равыцких Зильбер, и вся его семья были как раз вот такими людьми, которые абсолютно у них не было. И любая часть Рэба был такой человек. У него не было личных интересов вообще. Личных интересов, личных потребностей, личных хотелок. Он полностью отключив свое эго и свое я, он полностью посвятил себя другим людям. и этим он запомнился. Действительно, он светился истинным, настоящим счастьем. И это как раз то, что отличает праведников. И это то, что так тяжело достигнуть обычному человеку вот такого самопожертвования истинного, когда ты не то, что ты что-то хочешь, но ты отказываешься. Нет, я не возьму. Нет, ты реально не хочешь ничего для себя, а ты хочешь только, чтобы людям вокруг тебя было хорошо. Конечно, таких людей любят и люди, и Бог, и у них в принципе тогда все нормально. Представьте ситуацию, вам ничего не нужно, у вас нет никаких потребностей, вообще никаких, и вы только являетесь ангелом Всевышнего, которому Всевышний дает какие-то задания, и вы, выполняя его задания, чувствуете абсолютную уверенность, потому что вы как бы проявление Всевышнего, и вы помогаете, все время вы ощущаете счастье других людей в момент, когда вы восполняете их потребность, и они счастливы, и это счастье вас греет, потому что вы являетесь составляющей этого счастья, вы привели им это счастье, и получается, что вы все время в счастье. Шикарная жизнь. Шикарная жизнь, но, конечно, тяжеловато убрать все свои потребности, желания, цели. Теперь сегодняшний отрывок, сегодняшний отрывок продолжает нам рассказ о ситуации, которая возникла, когда Корах, один из родственников Машер-Рабейну Моисея и Аарона, поднимает восстание против Машер-Рабейну, Моисея и Аарона, собирает 250 очень святых людей, и говорит им, смотрите, они узурпировали власть, они захватили власть, Бог всем проявлялся, Бог со всеми разговаривал, Бог, он со всеми, все святые, мы не слышим, как Бог с Машер-Рабейну разговаривает, может он что-то добавил, может что-то убавил, может быть, не знаю, значит, и он начинает, поднимает мятеж против Машер-Рабейну, и вот сегодня очень такой жизненный отрывок, значит, приходит он к Машер-Рабейну и говорит ему, Моисею, говорит ему, Аф, Ло-Эль-Эрет, Зават, Халаву-Дваш, Иветану, он ему говорит, и давайте посмотрим, он нам обещал, когда выводил нас из Египта, что приведет нас в землю, текущую молоком и медом, обещал, обещал, вывел из Египта, вывел, а в землю привел, а не привел, смотрите, вот факт говорит, и обещал он нам дать наследственный удел, поле и виноградник, а что теперь? Мы все вернемся в пустыню и все умрем в пустыне, значит, он нас обманул, представляете? То есть, они все всю ночь плакали, они восстали против Всевышнего, они хотели вернуться в Египет, они сделали все вообще ошибки, которые можно сделать, Машер-Рабейну, он за них молился, он просил у Всевышнего, чтобы Бог их простил, он Бога уговорил, там, вот посмотри, они же, если сейчас ты их уничтожишь, то тогда что скажут народы? То есть, он просто вымолил, чтобы Всевышний их сразу не сжег, не уничтожил, и вернул в пустыню их, чтобы те мужчины, которые участвовали в этом мятеже против Всевышнего, чтобы они умерли в пустыне, а их дети, жены и, значит, следующие поколения войдут в землю Израиля через 40 лет. Теперь приходит этот Корах и говорит, ему, смотри, ты нас обманул, ты нам обещал, что ты нас приведешь в землю текущую молоком и медом, а значит, они привел, вот, вот люди, смотрите, обманул, обманул Машер Абейну. И вот представьте, Машер Абейну, который, про него мы знаем, что он был самый скромный из всех людей, она в Миколь Адам. То есть, он был скромный, у него не было своего эго, он полностью себя посвятил службе еврейскому народу, службе Всевышнему, он полностью был настолько самоотреченный человек, у него эго не было вообще. И тут про него написано, вайхар ли, мошэ мэот, и очень переводят досадно, но хар, это даже, вайхар, разгневался, и разгневался, мошэ, разгневался, раздражился, стало ему досадно, мэот, очень ему стало досадно. И сказал он Богу, сказал он Богу, не обратись к их приношению, то есть, не обратись к их приношению, хаморы хатмэм насати, вело эрасеяты хатмэм. Он говорит, ни одного осла от них я не взял, и не причинил зла никому из них. Он говорит, я всю жизнь жил для них, я от них не сделал ничего плохого никому из них, я не взял от них никакого удовольствия, то есть, он даже приехал, когда он приехал в Едипет выводить их из Едипта, то он же поехал по заданию Всевышнего, и Всевышний, значит, ему сказал, иди выводи, он приехал на своем осле, и он говорит, я даже осла у них не взял, потому что, ну я же приехал как по их делу, значит, на их осле я должен был ехать. А теперь, получается, я сказал, нет, даже мне ничего от вас не надо, ничего от вас не взял, никакого удовольствия, и никому не сделал зла, а теперь мне говорят, вот такую вот, вот такую вот, что я для них ничего не сделал. Дальше, дальше тут интересно, Корах, значит, Муше сказал так тогда, и сказал Муше Корах, Вайюмар Муше Эль Корах, ты и все, которые с тобой, всех, кого ты собрал, значит, завтра предстаньте перед Богом, ты и они, и Арон, предстаньте, и возьмите каждую свою, такие у них были совочки для воскурения каких-то жертвоприношений, возьмите совочки с этими воскурениями, возложите на них, и принесите перед Богом каждый свою, вот эту вот, совочек, вы принесете 250 этих совочков, и Арон, которого, вы говорите, что я его назначил первосвященником, потому что он мой брат родной, а не потому, что Бог мне сказал его назначить, и мы посмотрим, посмотрим, кого Бог выберет, кого Бог отметит, пускай Бог скажет, кто священник, кто не священник, что Бог себя проявил на глазах у всех людей, и они так и сделали, и собрал против них Корах всю общину, вот это для меня огромная загадка, написано, что Корах всю ночь опять ходил, и собрал всех, вообще весь народ Израиля, возле входа в шатер откровения, и, значит, объясняет нам устная Тора, собрал против них Корах, речами вздорными, подстрекательством, всю ту ночь напролет обходил колено и совращал их, старался склонить на свою сторону. Думаете, что я вступился только за себя? Нет, я вступился за всех вас, эти пришли и присвоили себе все места высоти, себе царство, своему брату священнослужение, и так он ходил до тех пор, пока не смутил всех, говорит нам Мусна Тора. Представляете, один человек, который восстает против Мушерабейну, пророк Всевышнего, который доказал уже, уже было и море, переходили и поверили в Маше, поверили в Бога и в Маше его раба. И столько было чудес через Маше Рабейну, все. И разведчики говорят, не зайдем, весь народ, не зайдем. Разве сейчас Корах какой-то говорит, значит, Маше Рабейну обманщик, все опять ему верят. Как это объяснить? Я не понимаю. Почему у людей больше склонность к вот такому к негативу, к злу, склонность быть обманутыми? И вот это мне непонятно. То есть мне это непонятно, но мы здесь видим, что так оно работает. Что один негодяй может обманом, пропагандой, идеологией склонить всех нормальных людей к тому, что они пойдут в сторону зла. И второе, что я увидел для себя, что часто бывает, что человек делает действительно добро. То есть Маше Рабейну тут мы можем точно верить, раз Бог сказал, что Маше мой раб, и Маше делал всегда, он самый скромный из людей, он все делал по моему слову, мы видим, что это действительно так. И мы видим, что несмотря на то, что он делал только добро и не делал зла, люди, которые хотели его обвинить и воспринимали его действия как зло, они могли это описать как зло. И Маше было обидно, это очень обидно. То есть, если даже Маше Рабейну было обидно, то можно понять каждого из нас, когда ты делаешь добро, а тебе отвечают на это злом, это очень обидно. Но такое есть, мы видим, что так оно работает. Все, значит, я желаю всем, чтобы Всевышний дал вам полное выздоровление, вам и вашим близким, чтобы Всевышний дал вам благополучие, деньги, здоровье, работу, чтобы Всевышний дал каждому из нас внутренний стержень независимости от мнения других людей, потому что другие люди, мы видим, что если они даже Маше Рабейну не ценили и обижали и нападали, то что говорить о каждом из нас, чтобы мы были внутренне независимы от их мнения, а были привязаны только ко Всевышнему, который, ну вот действительно он добро, и, ну, Всевышний не обманет, уже если Всевышний обманет, так вообще кому верить. Поэтому Всевышний не обманет, и надо полагаться на него. Как царь Давид когда говорил, даже если буду идти долиной смерти, не случится со мной зла, потому что ты со мной. И вот нужно, чтобы мы так же шли по жизни, что никогда не случится зла, потому что ты всегда со мной, Всевышний всегда со мной. И царь Давид говорил, я вивы и миа завуни, папа и мама меня, говорит, оставили, а шем я с фене, Бог меня усыновил. Вот так же, чтобы Бог нас усыновил. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Ирифуаш лама, полное выздоровление всем болеющим, чтобы Бог сделал для вас чудо, чтобы вы это чудо поняли, что это от Бога, и всю свою жизнь прославляли Всевышнего за то, что Он сделал для вас чудо.